Всем привет, дорогие друзья! Расскажу сегодня о видении, которое будет одновременно ответом на вопрос подписчиков и в то же самое время практическое применение ясновидения, как оно работает, как можно использовать духовное зрение и какие ответы могут быть. Сегодня мы рассмотрим эту тему также с немножко неожиданного ракурса. Обратились ко мне подписчики и сказали, что случилось не очень хорошее событие. У одной подписчицы у отца сгорел дом. И слава Богу, что отец не пострадал в этой трагедии, остался жив. Но, видите, имущество сгорело и, естественно, все находятся в расстроенных чувствах. Но, как бы, казалось бы, что в этом такого, да? Таких событий бывает очень много. Ничего особенного и сверхъестественного. Но вопрос в том, что мать, ой, простите, мать, дочь, дочь, соответственно, отца, да? Она очень долгое время молилась за своего отца. Она очень набожный человек, очень интересный человек. И, как бы, семейным святым является Матрона Московская. И она очень часто к ней ездит, совершает поклонение. И подписчица задала вопрос, вот, ретвиталий, как так получается? Вроде бы я молюсь и к Матронушке очень часто езжу. Но произошла такая трагедия. Я ей попытался объяснить, что вполне возможно, бывает, бывает так, что, с одной стороны, мы вроде молимся и просим о счастье и благополучии, но у каждого человека есть определенный набор или определенное количество накопленной кармы. Чтобы мы не думали о себе или о ком-то другом, все равно эта карма останется. То есть мы признаем ее, верим, не верим, неважно. Она все равно будет тяготеть над нами. И, естественно, в духовной мере они видят. И бывает так, что мы начинаем молиться, но в результате, вместо того, чтобы произошло что-то хорошее, начинают случаться какие-то трагические случаи. И очень часто эти события, они происходят весьма удивительным образом, в силу того, что они, знаете, происходят как бы на грани фола. То есть вроде бы трагедия, но все живы. Вроде бы все пострадало, но люди целые, здоровые. И так далее. То есть, понимаете, как бы все находится под угрозой, но человек выживает, а имущество страдает. То есть нет трагических случаев, нет ничего. Это чаще всего указывает на то, что духовные существа, они таким образом помогают отмываться карме. Но при этом в следующей жизни такая душа не упадет куда-то в нижний мир. В нижний мир. А пострадав в этой жизни, она отработает свои негативные поступки, которые она должна была бы испытать в следующей жизни. И в следующей жизни она получит более хорошее рождение, более хорошую судьбу. Ну или в крайнем случае избежит тех страданий, которые она накопила в течение одной жизни. Я пытался все это объяснить. И я говорю, как бы возможно, что это просто отмывка кармы. И видите, отец же не пострадал. Тоже это довольно серьезный такой аргумент. Все-таки молитвы работают. Духовные существа вступились, защитили. Могло быть всякое. И подписчица она в какой-то момент как бы сначала поделилась, а потом сказала, вы могли бы посмотреть вдруг там что-то такое. Потому что события действительно, вот на ее месте я, наверное, так бы также задал бы такой вопрос, потому что, ну, вот периодически я с ней общаюсь, и она всегда говорит, что я всегда езжу к Матроне, я всегда совершаю. Особенно за отца она очень много молится. То есть для нее отец очень близкий, очень дорогой человек. Она его очень любит. Естественно, молитв, каких-то служб для отца не жалеет. Заказывает много всего. Но здесь такое вот, да, и она в непонимании, в недопонимании таком. И я сказал, что хорошо, окей, давайте я посмотрю, вдруг там что-то интересное, что-то там такое необычное, мистическое. Но видение, видение действительно случилось, и оно было удивительным. Даже с тем опытом, который есть у меня, тем не менее, для меня это было, конечно... Ну, многие элементы я понял, многие элементы прояснил для себя при уже общении. Когда я рассказал, и впоследствии, задавая вопросы, я пытался понять, почему именно такие символы проявились. Потому что, ну, они явно не характерны для среднестатистического человека. Но это вы сейчас поймете. И сел в медитацию, я, естественно, начитывал мантру в какой-то момент. Ну, как всегда. Сначала успокаивается ум, потом исчезает ощущение тела, дыхание. И мы влетаем в определенное пространство, в котором энергии начинают проявляться в определенных образах. И я увидел перед собой стоящие несколько человек. Это был тот самый мужчина. То есть, отец этой женщины. Он стоял посередине, а она, как дочка, стояла с левой стороны от него. И чуть позади. А с правой стороны стоял мужчина. Но это вполне вероятно друг или супруг. Я не знаю, я вот этот момент не уточнил, не буду додумывать. Но мужчина какой-то... А может быть, брат тоже неизвестно. Или какой-то родственник. Не знаю, но не важно. Они вообще как бы... Они просто стояли, и это как группа людей. Но первым среди них стоял именно вот этот вот отец. Да, может быть, какие-то братья. Может быть, двоюродные. Тоже непонятно. Ну, это не важно. Вот. И... Соответственно, она стояла позади с левой стороны. И там с правой стороны какой-то мужчина. Но они стояли перед таким вот, знаете... На границе есть контрольно-пропускной пункт. Простите. Но этот пункт, он для... Как сказать? Для... Не для автомобильных туристов, а для пеших. Как это называется? Сейчас для пеших. Ну, в общем, для тех, кто пересекает границу пешим способом. Да? То есть, не на машине, не поездом, не самолетом. Да, а пешком. Ну... И это КПП, оно довольно... Ну, такое вот. Ну, как бы... Простое, но в то же самое время там, понятно, там охрана стоит. Там такие вот окошки, в которые нужно подавать документы. Столы для того, чтобы заполнять документы всякие. Пытаюсь вспомнить, как они называются эти. Бланки, да? Заполняешь бланки, подаешь, тебе ставят печать. Ну, и так далее. Вот. И... И это КПП стояло как раз на границе двух государств. С одной стороны, было какое-то государство, и мы находились как раз на территории России. Вот. И граница, она... Сама граница, она, как-то сказать, колючей проволокой была ограничена, да? То есть, такой высокий забор из колючей проволоки, но прозрачный при этом. Да, то есть, видно было, что с той стороны находится, а они, соответственно, могли видеть, что с этой стороны находится охрана. Но, в общем, все очень строго, спокойно в то же самое время. Вот. И в какой-то момент с той стороны я видел очень большую группу людей, но перед тем, как появилась эта большая группа людей, появилось несколько человек. Ну, человек четыре, пять, шесть. И это было видно, что это люди, которые находятся на государственной службе, но эта служба, она является такой, то ли, может быть, разведывательной, то ли какой-то полувоенной, полуполитической, как-то так вот. И эти люди, приблизившись к забору, они пригласили очень большую группу людей, и данные люди хотели, чтобы другая большая группа людей прорвалась через это КПП. И вот другая группа большая, которая также состояла из людей, это были люди с очень плохой кармой, я видел их астральные тела, и наблюдал за их энергиями. И было видно, что души, которые находятся в этих физических телах, они пришли, по сути, из нижних миров. На что это было похоже? Знаете, есть группировки всякие там, скинхедовские, какие еще группировки есть, такие типа бандитские, или чем-то похожие на банды какие-то футбольных фанатов, ну, вообще такие радикальные, знаете, отбитые полностью. Вот. И они такие все там уже, фанаты на всю голову. И вот, вот эта вторая большая группа людей, которая должна была прорваться через границу, это были люди, тела людей, в которых души, живущие в этих телах, пришли из нижних миров. То есть, это были очень скверные греховные души, которые в жизни совершали очень большое количество греховных поступков, то есть, плохих поступков, кармические существа, очень тяжелые кармические существа. Часто люди, которые находятся в тягостном греховном состоянии, они обладают качествами демонических существ. То есть, по сути, что такое путь демонического существа? Это путь накопления греховной кармы. То есть, чем больше человек накапливает греховную карму, тем больше он постепенно трансформируется в демоническое существо. Точно так же из демонического существа очень легко выйти в состояние божественного существа, просто очищая карму. Очищая карму, очищая энергию. Ну, конечно, в обратную сторону очень тяжело возвращаться. Практически это невозможно. То есть, если изучать Священное Писание, то это может совершать только Господь, и только, по сути, убивая демонических существ. Тогда он как бы сжигает в себе карму и так далее. Но самим демоническим существам вернуться в свое исконное состояние света невозможно. То есть, сам по себе греховный поступок, оскверненный ум, оскверненные энергии, они сами по себе очень тяжелые. И вот эти люди должны были прорваться через это КПП. Ну, я опять-таки условно называю КПП. То есть, это пункт пограничного контроля. По-моему, так он должно называться, по идее. Но КПП это в воинской части. И они бросились, всей гурьбой прям бросились прорваться через это КПП. Кто-то лез через забор, кто-то пытался пролезть через колючую проволоку, кто-то перепрыгивал через крышу. Это было сложно, и большая часть не смогла прорваться, но человек шесть, может быть восемь, до десятка, они смогли прорваться. И они, прорвавшись, выскочили через этот, опять забыл, как он называется, пункт пограничного контроля, да? И они, выбежав, прорвавшись через это КПП, бросились в сторону отца и семьи этого человека в возрасте. На этом видение закончилось, но на что я еще обратил внимание, я видел астральные тела этих демонических существ, нечистых духов, да? Этих людей. Это реальные живые существа, это реальные живые люди, которые живут на земле. И их астральные тела, вот, обладают качествами нечистых существ. Знаете, что я заметил? Эти, это банда, ну, не знаю, как, скинхедов, да, если хотите, как они называются. То есть, под это определение может подойти любая бандитская группировка, вот, потому что у многих из них были тату. Многие из них были в накачанном таком спортивном состоянии, но было видно по лицам, что это бандюки, да? То есть, это ребята, которые занимаются гоп-стопом, каким-то разбоем и так далее. То есть, такие вот непредсказуемые. На что я еще обратил внимание, татуировки. У многих, у многих из них были татуировки. Причем, многие из них пытались прорваться с голым торсом. И я видел и на спине, и на груди, и на плечах там разные татуировки. Я в них вообще ничего не понимаю, да, но некоторые были цветные, некоторые были просто черно-белые. То есть, как мое мнение, так это полнейшая безвкусица. То есть, фу-фу-фу. Как бы мне, ну, ни о чем. То есть, я не вижу в этом никакой красоты, и тем более сказать, что это прям красиво-красиво, ну, такое. Вот. Но, что я хочу сказать. Энергия татуировки, она отпечаталась еще и в астральном теле. Вот. Что самое главное. То есть, когда я на них смотрел, я понимал, что вот у них тела обколоты, да, у многих из них. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то на руках, у кого-то там, на плечах, там, на затылке, да, еще где-то. Но у всех у них татуировки отпечатались в астральном теле. И когда я смотрел на эти астральные тела, я видел, что тот же самый рисунок есть в астральном теле. Это было удивительно. Потому что в какой-то момент я обратил внимание или понял, что тату наносят исключительно души с деградирующими элементами в сознании. Потому что само по себе тату – это качество осквернения физического тела. А качество свое тело осквернить стремятся в основном только демонические существа. Ну, где вы видели ангелов с татуировками, где вы видели божеств с татуировками, да, или какие-то, ну, там, вы там видели Ганешу, допустим, чтобы у него там на животике была там татуировка какая-нибудь, там, вот. Или ушивы на спине, там, что там, какие-то татуировки, купола наколоты, ушивы, там, храм какой-то нарисован. Да, или там у богини Кали татуировка в виде розы, там, на плече или, там, на груди, там, ну, бред. Да, у божеств нету, но у демонических существ это качество осквернения астрального тела, энергии астрального тела, оно присуще им. И вот этот элемент я впервые заметил столь глубоко, и, конечно, для меня это было таким элементом, который, ну, немного даже так самого удивил. Вот. Когда я рассказал эту историю, поскольку не было символов того, чтобы эти люди нападали на отца и так далее, но было понятно, что существует влияние из-за границы, из-за рубежа, да, то есть, почему было КПП, почему были нечистые духи, почему люди, которые находились на службе в политических кругах или в государственных службах, да, почему они каким-то образом оказывали влияние, почему эти энергии нечистые духи хотели прорваться через границу. Вот. Через границу между каким-то государством, не могу сказать каким-то государством, но по энергетике это европейское какое-то государство. Ну, например, не знаю, не буду говорить, но точно не Украина и не Беларусь, а какое-то другое, потому что энергия очень низкая, да, то есть, в Европе довольно тяжелые энергии. Я не хочу ни в коем случае кого-то обидеть, нет, я не против, я с уважением отношусь ко всем, да, вот, но почему-то в духовном мире энергетика европейских государств, она очень тяжелая. Она кармически очень тяжелая. Вот. И... Подписчице я так и сказал, что проблема у вашего отца и сгоревший дом, это проблемы, в первую очередь, скорее всего, из-за рубежа. Да. И я побоялся делать выводы относительно того, что, возможно, отец ездил за рубеж, вот, и он много там общался, контактировал, может быть, был в каких-то организациях или структурах, в которых он, ну, просто, мягко говоря, нахватался каких-то нечистых карм, приехал сюда и сказалось это на судьбе самого человека. Ну, такое возможно, да, есть же страны, которые, допустим, о которых Советский Союз заботился, а страны были вообще с ужасной экономикой, с плохой культурной или религиозной жизнью, да, и они навязывали коммунизм, в общем, и так далее. И, естественно, что поймать какие-то неблагоприятные кармы в таких государствах, ну, это легко, это очень легко. Впоследствии это сказывается, мы же не видим, как это все происходит. Ну, это можно видеть только духовным зрением. И сам этот знак указывает на то, что его проблемы приехали вместе с ним из-за рубежа. И здесь я рассказал это видение, я попытался прояснить, говорю, а ваш, как бы, отец, он чем занимался? То есть, она, собственно, писала о том, что он военный, да, но когда я начал больше прояснять, она сказала, что он служил в военном госпитале и очень много путешествовал по миру, посетил очень большое количество стран, и очень большое количество стран в Европе, вот, был всю жизнь военным, еще раз хочу сказать, и у него вся жизнь связана с путешествиями, с путешествиями, с плаваниями и так далее. Вот, и здесь мне стало понятно, откуда вот это вот негативное влияние, и откуда идут вот такие вот тяжелые кармические энергии, которые привели к пожару и привели к таким последствиям. Естественно, все это я и объяснил, сказал, что, собственно, волноваться не стоит, это, скорее всего, проявление каких-то кармических связей, которые мы очень часто создаем в нашей жизни, необдуманно, да, всевозможные формы общения и так далее. Ну, бесконечное множество. На этом, собственно, и данное введение закончилось. Давайте-ка, что я еще хотел сказать. На что я еще обратил внимание? Ее отец был очень добрым человеком, что, кстати, для мужчин так не характерно. И его астральное тело было... Там были человеческие энергии, были какие-то возвышенные идеи, и было... в некоторых местах были видны очень мощные красные энергии, что указывает на состояние кризиса, да, то есть, отец или мужчина, как глава семьи, он всегда такие удары берет на себя, и, скорее всего, в его жизни были ситуации, когда он брал на себя какие-то тяготы и решал их. Но все это отпечаталось в астральном мире, и это было видно, да, то есть, он до сих пор находится под давлением этих каких-то обстоятельств, которые были им решены, но последствия все равно остались. И, с одной стороны, опять-таки, элемент тоже интересный. С одной стороны, он был очень добрый, с другой стороны, он военный, да, и я как бы не мог понять, а как вот эта доброта... Военные вообще очень строгие люди, и доброта, она находится у них под толстым-столстым слоем брони, вот, и так далее, бронежилетом, да, под толстым бронежилетом, и не добраться до доброты. Но он был очень добрый, и когда она сказала, что он был, он работал в медицинском госпитале всю жизнь, да, то здесь стало все понятно, да, то есть, это служение людям, спасение людей, вот, это, конечно, такой, знаете, как бы акт самопожертвования, и здесь без доброты, без любви какой-то, вот, ну, не обойтись, и, ну, было понятно, что, да, человеку, ну, мне понравилось это состояние доброты, конечно, оно для мужчин несоответственно, и не соответствует, не характерно, и, ну, это было приятно, удивительно приятно. На этом все, дорогие друзья. Относительно, еще раз, давайте продолжим, относительно связи с христианским эгрегором, я там не заметил. Вот. Возможно, что мой ум просто не был направлен на это, и, ну, я не смог это рассмотреть. Возможно. Возможно, что эти обстоятельства, они связаны с христианством, и каким-то образом, вот, думать не очень хорошим образом о Святой Матроне, что якобы молитвы, возможно, не сработали, не стоит. Думаю, что придет время, вот, и Матрона еще скажет свое слово, вот, и так далее. Так что, всем спасибо. До новых встреч.